Ну, товарищ, перед тем, как непосредственно читать доклад, я хочу сказать, что мне безумно приятно вообще всех вас видеть здесь. Особенно приятно, что все антикапиталисты Москвы, самые прогрессивные из них, сумели собраться здесь. Приятно быть в компании людей без либералов, без СЖВ, без красконов. Наш враг над нами не глумится, так что кругом нас свои. Я надеюсь, что это уже будет заделом для хорошей дискуссии. Разумеется, дискуссия конструктивная, предшествующая объединение непосредственно. Так вот, мой доклад не зря называется «Наши разногласия» или «Где, вернее, как искать дорогу к социальной революции». Дело в том, что те идеи, которые я выскажу сегодня, косяковались марксистами за анархизм, а анархистами, наоборот, за якобы этатизм. Поэтому эта точка зрения находится как бы между лагерями, а вернее парит над ними. Она не берет от каждого из этих лагерей по кусочку, как бы сливая это все в одну солянку. Эта точка зрения действительно выражает общее между точками зрения чистых, идеальных анархистов и марксистов или социалистов. Но и она же представляет собой нечто новое, целое. И вот этот третий путь, основанный на двух старых путях, но по сути своей совершенно иной, новый, сегодня молча прокладывает себе дорогу в сердцах горячо любимых мной товарищей в обоих лагерях. Так что пользоваться я буду своим промежуточным положением для того, чтобы этот наш путь не просто защитить перед лицом скептиков, но чтобы попытаться доказать им, что только этот путь и только этот, путь завоевания производственной демократии и революционного преодоления государства, словом, победа коммунная, пособен вывести нас из того заколдованного круга, положить конец спорам среди левых и вместе с тем дать возможность всем тем, кто был задавлен, вырваться из пут созданной капитализмом реальности, а значит и из самого капитализма, взять власть в свои руки, преодолев капиталистическую реальность. Сразу хочу обратить внимание на ряд моментов, от которых я буду отправляться, и которые левыми осознаются чрезвычайно поверхностно. Традиционно принято считать, что капитализм ведет к относительному обнищанию рабочего класса, рождая вопиющее неравенство, олигархию, преступность, бог весть, что еще. Товарищи, эта точка зрения скоро не ошибочная. Через нее бросается мостик социал-демократии, реформизму. К чему объясняю, логика здесь такая. Ну, если рабочие бедны, а эксплуататоры слишком богаты, ну, давайте их умерять, ограничивать аппетит эксплуататоров-капиталистов прогрессивным налогом, перераспределяя доходы в руки рабочих. Чего здесь плохого, действительно. Сюда подключаются и такие замечательные вещи, как всеобще доступное образование или медицина, за которые настоящий социалист по большому счету должен голосовать обеими руками. Но что следует за тем. Эти поверхностные проявления капитализма, с разной степенью успешности, потому что на окраине капитализма, к сожалению, даже с ними борьба происходит весьма вяло, лечатся, неравенство действительно падает, а доходы большинства растут. Ну, например, с 60-го по 2000-й год в Европе доходы выросли примерно в 4 раза. В лучшие годы развитого капитализма 1% населения владел 8% богатства. Ну и каждая семья в Америке и Европе обзавелась стиральной машиной или автомобилем. Чего же в этом плохого, действительно. Ну, видели, какая вещь? Опыт социал-демократии тем и показателен, тем и будет увековечен в истории, что он показывает, как жестоко приходится платить за иллюзии, за нежелание глубоко понять природу вещи, в данном случае природу капитализма. Исторически социал-демократия действительно привела к серьезным улучшениям, как и Октябрьская революция, напугав капиталистов, заставила их проводить социальные реформы, а бюрократию самого СССР крепче держать поднятое им, не от хорошей жизни, правда, красное знамя. Но стал демократия, сделав относительно весь центр капиталистического мира богатым, сохранив капитализм, встретилась с проблемами, которые корнями уходили в саму суть капитализма. Капитализм был похож в этом смысле на лирнейскую гидру. За место отрубленной головы материальных недостатков этой системы выросли другие, куда более страшные пороки этого левиафана. Каковы действительные всадники апокалипсиса, уходящего в прошлое капиталистического мира? Первое – отчуждение труда. Многие, пожалуй, слышали это понятие. На Западе некоторые левые привыкли повторять его как мантру. И не все осознают хорошенько, что это отчуждение труда, становление труда чуждым, чем-то не моим, внешним, пронизывает всю нашу жизнь и, следовательно, все наше мышление. В повседневности капитализма отчуждение труда носит поистине роковой характер, поэтому, может, мы его не так хорошо замечаем. Вот смотрите, вы встаете утром, идете в университет, вам нужно идти в университет, кому-то на курьерскую базу, кому-то на предприятие. Многие делают это даже с заметным удовольствием. Могут сказать, ну, наверное, я счастлив, я доволен своей работой. Но если задуматься, что действительно гонит курьера, студента или промышленного рабочего в конечном счете? Нужда. Причем самого разного толка. Если я не приду в университет один раз, второй, и не покажусь на сессии, меня исключат оттуда, лишат личной стипендии, отправят в конечном счете в армию. И никто не спросит меня, было ли мне интересно ходить на мертвые пустые лекции, проводил ли я это время в Ленинской библиотеке или в кабаке. В конечном счете никого, ни рабочего, ни курьера, ни студента, не спросят, почему он не пришел туда, куда ему было предписано. Эта работа таким образом является чем-то внешним, вне нас существующим, и нас себе скорее приковывающая, чем привлекающая. Можно любить эту работу, но внешне она от этого быть не перестанет. Нашим, подлинно нашим, становится лишь деятельность, основанная на творческом мышлении. Творчество делает нас самими собой. Задавленным же нуждой людям физического труда зачастую не остается ничего своего, кроме небольшой квартиры в Бутово, процесса еды, процесса питья и секса отнюдь не с королевой моды. Как любил говаривать Антонио Грамш, приводя старую итальянскую поговорку, «Кто не имеет лучшего, ложится спать со своей женой». Не зря сказано, что человека капиталистического от животного, извините, просто человека отличает от животного интерес звездам, и вот как раз-таки в таком состоянии своем, состоянии человека капиталистического, человек мало чем отличается от своих младших братьев. Но я спешу вас предостеречь, и вот еще в чем. Я не зря сказал, процесс еды, процесс питья, а не еда, питье сами по себе. Даже еда и питье в сущности нам не принадлежат, они нам чужды. Они принадлежат нам лишь в той степени, и постольку, поскольку у нас есть деньги их купить. Без денег сопричащаться этой реальности, соприкасаться с ней, мы не в силах. Ведь у нас тренер самого богатого капиталиста с ним не из-за его личных качеств, а из-за того, что этот капиталист платит деньги. Такая прозаическая реальность. И этому тренеру совершенно не важна суть своего клиента, его интересы, переживания и тому подобное. Все то, что выходит за границы оплачиваемого им заказа. Часто вместо денег появляется невидимый капитал. И тогда пример будет другим. Ну, Игорь Сечин любит Владимира Путина не самого по себе, а за те возможности эту крышу, которую через него можно организовать. Но так или иначе, все те вещи, которые мы считаем своими, сводятся к деньгам и потребности получать деньги, погоняются этой потребностью. И не существует без денег. Сам по себе ты не нужен ни услуживому продавцу, ни доброй тете-квартиродательнице, ни улыбчивому финтест-тренеру. Через деньги образуется дурная, иллюзорная, порочная общность, а не подлинная сама по себе. И вот как раз таки эта проблема со всем ужасом вскрылась лишь тогда, когда Европа действительно стала богатой. Второе. Государство, дух эпохи просвещения, подавление творческих сил. Понятия между собой стеснейшим образом взаимосвязаны. Государство в современном смысле слова вещь сравнительно недавняя, вернее, совершенно недавняя. Ему еще не исполнилось и 500 лет. Сегодня это универсальная общность. И я, и вы, и Греф, и Сечин живем в одном государстве, принадлежим одному и тому же государству. До 16 века, до первых решительных прорывов капитализма, государство – это скорее аппарат, небольшая надстройка над обществом, который живет своей жизнью. Ну, как гласила китайская пословица, власть императора заканчивается там, где начинается деревенская околица. Государство, как покрывающее всю территорию организм, появилось сравнительно недавно и был связан с победой капитализма. Идентичностью, выражающей единство всех-всех-всех внутри этого государства, стала нация. Немцами оказались и династии эксплуататоров, угледобытчиков, крупов, и те больные с золотухой, голодные немецкие рабочие, которых в свое время наблюдал Фейербах. И не излег из этого скажу должных выводов. Самое главное – государство пересело в головы людей. Если раньше декреты императоров почти не оседали в умах крестьян, то теперь мероприятия государства спускаются даже в самую отдаленную деревню. И что страшнее, принимаются, одобряются этой деревне, получают от нее санкцию. В разных формах, надо сказать. Протест, с известной точки зрения, это тоже форма санкционирования власти, если она с ней непосредственно не порывает. Так вот, государство является злом уже самим по себе. Оно объединяет, сковывает железным обручем насилие и умственного, то есть символического, и физического, всех членов общества, потому что эти члены общества якобы, согласно точки зрения этого государства, не способны жить вне этого государства, жить отдельно, жить без него. Получится война всех против всех. И вот именно этой войной всех против всех был умомниум контр-омнес. Теоретики просвещения пугали того, кто сомневался благостности этого государства, и, надо сказать, и того социального мира, через который происходило конструирование этого государства, мира капитализма. Государство стало спасением от вечно порочного человека, воскресило сказку об Адаме и вечно грешном человеке, перевернув ее на свой лад. Оно стало способом контроля над умами, через школу, армию, тюрьму стало, возможно, серьезно воздействовать на умы людей и еще страшнее убеждать их в том, что это их собственный выбор. Как говорил Кьер Бурдьо, самое лучшее обучение это то, которое заставляет о себе забыть. Но Абенеми не зря сказал, что капитализм в свое время поставил достижения и наработки христианства себе на службу. Так вот, появление государства, через которое можно воздействовать на весь организм общества целиком, так еще убеждая каждые его органы, имеется в виду органы этого общества, что воля класса гегемона это воля всех-всех-всех, потому что так сказано государство. Проблемы же на вроде бюрократии, как отдельные группы и другие проявления пороков государства в нашей жизни многим еще более очевидны, чем мне, поэтому на них останавливаться не буду. Я просто хочу подвести от этого вот к какой мысли. Государство куда системнее и куда объемнее проявляется в нашей жизни, чем принято считать. За государством связана парадигма, категории нашего мышления и влияющие на нас эти категории, являющие далеко за пределами столкновения с работницей госуслуг. Все это укладывается в идеи эпохи просвещения. Вот смотрите, это конкретные примеры того, как государство проявляет себя в наших категориях мышления, что куда страшнее, чем действительная жизнь. Ну, когда кто-то озвучивает абсурдную, совершенно глупую идею, у нас может вырваться, ну, да он сумасшедший, да он шизоид. Время от времени мы действительно бессознательно лишаем людей с другой позиции дееспособности, записав их в категорию сумасшедших. Разумеется, что в этом никогда не признаются, но при этом относятся к такому зашкваренному человеку, как к настоящему шизо. Так вот, категория сумасшедший дееспособный. Мы здесь забываем, что окончательным правом кого-то называть, сказать, что белое это белое, а черное это черное, в системе капиталистического социального мира принадлежит государству. И поэтому в данном случае категория сумасшедший дееспособный служит не нам в отдельности, а непосредственно государству, а вернее тому классу гемону, которому этот организм принадлежит. Чисто просвеченческое изобретение, которое можно записать в маргиналы всех недовольных. Или другой пример. Спросите на улице, кто должен править государством и обществом. Точно отвечу, что самые компетентные, самые образованные, профессионалы, технократы. Тогда возникает вопрос. У социалистов, разумеется, возникает вопрос. А, собственно говоря, непрофессионалы, некомпетентные, что будет с ними? Вот. А вот здесь возникает такая система. Они могут навредить. Они опасны. Их надо от государственного кормила отводить. Как говорил Жанне, евангелием и реформами усмирять внутренних варваров. Понятно, кто такие внутренние варвары. Категория учитель-ученик. Слушай тех, кто умнее, кто знает, и в конечном счете критически воспринимать эту точку зрения жизненно опасно. Для системы, разумеется, не для человека. Так вот, то, что я назвал, лишь крупинка. Но к чему я веду? Если просвещение сегодня чем-то и можно назвать, кроме груды сухих догматов, так это системой совершенно мёртвой, но ещё, кроме того, ядовитой, системой, уж точно не просвещения, а если угодно, системой помрачения. Категория реальность не просто делает людей беднее, она травмирует их, она со школьной скамьи приучает вести себя в рамках, прививает безопасность поведения. Школа, и это подтверждали исследования на Западе ещё в прошлом веке, заточена на то, чтобы воспроизводить столько-то процентов чернорабочих, столько-то процентов обслуги, столько-то процентов промышленного пролетариата и столько-то процентов господ. Как написано на вратах Освенцема, Едамдазайна, каждому своё. Человек в творческом плане травмируется, его учат думать, его, вернее, учат думать, но думать лишь в жесточайших границах, да таких, что лучше бы он не думал вовсе. Сейчас Милс по этому поводу как раз заметил, что свобода заключается не в том, чтобы выбрать из двух вариантов, а в том, чтобы уметь эти варианты формулировать. Ну, слово на эфроум проскакивало. Товарищи, я не зря остановился так подробно на прелюдии к моему докладу. Для меня это, предваряющая его часть, важнее даже, чем условно-основная. Я показал вам и то лишь абстрактно, лишь с одного края, что беды капитализма не в том, что снаружи его, не в его материальных бедах, а в том, что внутри. И вот эти внутренние проблемы капитализма по мере разрешения материальных, как ни парадоксально, только ширятся, всё драматичнее сказываются на нашем обществе. Я не затронул проблемы борьбы классов, но она чрезвычайно важна, особенно для моих товарищей анархистов, потому что вся эволюция капитализма происходила в этой борьбе, борьбе классов, борьбе подавляемых и подавляющих. Несмотря на упорство прапорщиков и школьных надзирателей, противоречия прорывались наружу в этой самой борьбе, борьбе классов. Но они составляют не просто её суть, дело в том, что эти самые пороки капитализма в том-то и характерны, что находится внутри его природы, если угодно, находится в себе. И эти пороки капитализма, которые вызывают классовую борьбу, нельзя снять ни прогрессивным налогом, ни пособиями для чернокожих. И как раз таки глубина этих пороков делает объединение всех антикапиталистов необходимым, а конец капиталистического мира неминуемым. Теперь к основной части моего доклада. Мне я хочу показать, как историческая необходимость делает возможным за несколько логических шажков преодолеть те противоречия, казавшиеся еще нашим ближайшим предшественником, мрачной непреодолимой пропастью. Что должно стать катехизисом антикапиталиста, чтобы он наконец перестал метаться от самоназваний анархист, ретикомунист, социалист, метеалист, самкоммунист и назвал себя одним именем. Мой близкий товарищ из Перми назвал это имя коммунар, сторонник коммуны. Посмотрим, приживется ли оно в будущем, но это по большому счету и не важно. Важно посмотреть, что скрывается за этим словом, что скрывается за действительным положительным, конструктивным единством всех антикапиталистов и за что каждый коммунар, антикапиталист должен выступать. Коммунизация. Раньше вообще говорили социализация, но в этих словах коммунизация и социализация есть некоторые оттеночные различия, они отличаются друг от друга немножко. Но перед тем, как говорить о самой коммунизации. Дело в том, что на протяжении последних нескольких лет вокруг левых и вокруг собственности на предприятия идут дискуссии между рыночными социалистами и демократическими плановиками. И вдаваясь в истоки, советские истоки этой дискуссии, надо сказать, что споры ведутся между сторонниками передачи собственности в руки рабочих через государство и сторонниками вытеснения капитализма с рынка. Сам этот спор показывает, что левые не умерли, что в этом большом пласте идей происходит некоторое движение. И по сравнению с социал-демократией и социализмом 21 века этот спор, конечно, был колоссальным шагом вперед. Но сам по себе он чистейшая химера, опорья, призрак. Я чуть-чуть задержусь здесь, чтобы вкратце обрисовать позиции обоих лагерей и из него вывести конструктивную повестку. И в первом лагере, и во втором имеется чрезвычайная неоднородность. Неоднозначно внутри каждого лагеря понимаются, казалось бы, основополагающие явления. Что является, например, критерием рыночной экономики, а что плановый? Ну, наверное, понятие рыночной экономики включает в себя отсутствие централизованного планирования, свободное ценообразование, ну, стало бы, денежную систему и настоящую частную собственность. Но, простите, частная собственность никогда не была в большинстве при капитализме. Ни в Бирме, ни в Конго, ни в тем более в Китае никакой частной собственности в том виде, как она описана в учебнике экономики, не было и нет. Частная собственность в миросистеме капитализма в сущности никогда не была преобладающим способом владения, хотя она и господствовала, задавала тон, если угодно, всей истории. Дальше. Сказать плановая экономика. Наверное, это значит говорить об экономике с директивным ценообразованием, то есть спускаемым сверху, не менее директивным планированием, тоже организуемым каким-нибудь госпланом. И господство государственной собственности, ну и которую раньше любили называть общественной. На деле плановая экономика, которую мы знаем в первую очередь по советскому опыту, почти никогда не была ни целиком государственной, ни целиком централизованно планируемой. И тем более цены в ней не определялись только лишь сверху. Государство в случае советской модели играло куда большее значение, чем на Западе, что не отменяло колоссальный объем черного, вполне себе саморегулируемого частного рынка. Ну вот на моей памяти в Закавказе такие цифры приводятся, что от 30 до 40 процентов всего экономического продукта производилось и циркулировало внутри черного рынка. Так вот, планирование после фактического провала семилетки свелось к тому, что отраслевые комитеты ЦК в конце планового периода подправляли, это, кстати, термин той эпохи, подправляли план, сводя директивные показатели с тем, что выходило на деле, потому что после этой семилетки, к сожалению, плановые показатели почти никогда не соответствовали действительности. Вопрос о природе советского государства потребовал слишком отклониться от нынешних споров, но из всего этого становится понятным, что само противопоставление плана и рынка, построенное на противопоставлении государственного и частного, или, если угодно, свободно конструирование планируемого и управляемого в то же время стихии рынка, одно из двух, не имеет ни чистых форм, ни серьезных оснований. Наверное, плановая экономика должна, ну, побороть стихию рынка, усмирить ее, а государство будет инструментом реализации воли, общественной воли. К слову, тоже просвещенческий дискурс. Но даже в самой централизованной, самой директивной плановой экономике стихийное начало не исчезло, оно все равно исподволь в снятом, если угодно, скрытом виде, а присутствует, да и не может в конечном счете даже быть снято, потому что основой всего настоящего является спонтанность. Идея контролировать анархию рынка, идея создания управляемого из одного госплана социального организма, это идея иллюзорной общности, как это называл Маркс, которую и создает государство, если угодно, иллюзорной идентичности, иллюзорного единства общества. Так вот, как же плановики могут себя называть по праву коммунистами, если отстаивают саму суть капитализма, калькулируемость, предсказуемость, которая была воспета в виде рациональности Зомбартом или Вебером, и критикуют капитализм лишь за то, что он недостаточно капиталистичен, недостаточно включать в себя этот самый калькулируемый, управляемый капиталистический субстрат. Где вы видели творчество, развиваемое вне спонтанности, где вы видели мир, где, как писал Маркс, сегодня ты являешься рыбаком, завтра охотником, послезавтра художником, и где в этом мире вы видели бухгалтера плановой комиссии. Анархия рынка, которая является анархией лишь при микроскопическом рассмотрении, да, прохвали, при микроскопическом рассмотрении, как колеблется в течение дня масса тела или артериального давления млекопитающих, при рассмотрении с высоты птичьего полета есть ничто иное, как жесточайшая система ограничений, основанная на отчуждении труда, где труд потому и чужд, потому и воспринимается как нечто внешнее, что лишен всякой спонтанности, всякого творчества. Спонтанность, анархия капиталистического общества по своему характеру дурная, иллюзорная. К слову, этот момент очень активно артикулировался Бениамином и отнюдь не зря. Обе точки зрения демократических плановиков и рыночных социалистов грешат тем, что переносят категории мышления, сформировавшиеся при капитализме в нашем социальном мире, безусловном мире капитализма, на гипотетическую реальность социализма. Действительная сущность капитализма сводится к господству, пускай и нечисленному преобладанию частной собственности на средства производства. Но выраженная в объективной реальности эта действительная сущность капитализма еще никак не находится в связи с социальной реальностью, социальным миром человека, сформированной этой системой. В основе капиталистической реальности, которую мы сегодня воспринимаем, пространство идей, социальной реальности, лежит отчуждение труда. И вот это отчуждение труда определяет наше мышление. Это ключевой, ключевой момент в наших категориях мышления. Без полного понимания этого момента споры о капитализме, его природе и той формации, которые должны его сменить, не выйдут за пределы капитализма, а споры о нем, которые ведутся сегодня, будут беспочвенными. Коммунистическая, идущая к комуне революция, не может быть основана на государственном начале, как не может простуда лечиться нырянием в прорубь. Она связана с этим государством лишь постольку, имеется в виду коммунистическая революция, поскольку она его отрицает, низвергает. Продпроводил пример в свое время Гегель для того, чтобы выгнать кого-нибудь из церкви, надо его как следует хорошенько обнять. Без соприкосновения выгнать из церкви не получится. Поэтому не передача в руки тружеников предприятий, средств производства, а завоевание, апроприация этим классом производственного мира должна стать программой антикапиталистов. В чем это должно проявиться на практике, где это можно пощупать, увидеть действительное проявление этой борьбы. В борьбе за развертывание низовых структур, объединение курьеров, промышленных рабочих, студентов, учителей и врачей, особенно за пределами разжиревшей Москвы. Самоорганизация на базе производства, на политическом уровне, на базе социальных акций вроде еды вместо бомб или кружков. К чему это все ведет? Это ведет к тому, что в момент начала социальной революции рабочий класс, то есть все, кого я называл, не получит из материнских рук партии-авангарда или добрых хозяев власть на предприятиях, а сам ее возьмет, сам завоюет мир производства. И будут ли люди, связанные десятками нитей низовых организаций, построенных на истинной общности, торговать друг с другом, когда класса гегемона не останется, когда он станет лишь призраком? И я убежден, что нет, что здесь вся дорога будет идти по обмену, а не по торговле. Мне могут возразить, что торговля это тоже обмен, но построенный на приценивание, на чуждости, на торгашестве, на скрытом не единстве интересов, их разорванности, если угодно. И могут ли действительно в условиях социализма люди торговаться? Никогда не могут. Социальная революция по своему ходу сжигает денежные купюры не на городских площадях, а в умах каждого человека. Безусловно, торговля не исчезнет в первые дни социальной революции. Безусловно, общество должно пройти длительную степень интеграции. Мы должны в действительности узнать тех, с кем живем рядом. Потому что понять друг друга по-настоящему внутри капиталистической системы невозможно. И вот этот процесс не может протекать за день. Он может занять даже не год, он может занять одно-два поколения, один-два, если угодно, институциональных циклов, семь-четырнадцать лет. Но с первого дня социальной революции начнется вытравливание денег из социального мира, их исчезновение, расширение внутреннего неденежного обмена между предприятиями, сцепляющимися в трудовые конфедерации, синдикаты, коммуны. И эта область по мере своего расширения охватит все общество, положив конец денежной системе как таковой. У меня остается очень мало времени, но я безмерно доволен тем, что мне уже удалось сказать. Я не могу просто остановиться здесь и не сказать пару слов о государстве, потому что вопрос, а что будет с государством по социальной революции, сдается чрезвычайно часто и подводит самой логикой экономической структуры. Так вот, на этом-то вопросе мы и бросаем уже подготовленный, скрепленный мост между анархистами и социалистами и выдвигаем лозунг коммуны. Так же, как и в первые дни социальной революции начнет сужаться мир денег, так же и мир государства начнет уступать, рассеиваться на глазах наших и превращаться из реального тела в призрак под ударами рабочего класса, людей своего собственного труда. Еще существует милиция, еще есть, как мы поняли, деньги, еще даже есть парламент и какое-никакое принуждение. Нельзя травмированное столетиями сознание вывести из просвещенческого, а я как уже сказал, помраченческого аида за месяц победного шествия коммуны. Но уже в первые дни социальной революции эти памятники прошлого перерождаются, становятся другими по своей сути. Образованные на базе сцепленных друг с другом низовых структур, органы самоуправления, советы обеспечивают себе власть над милицией, власть над политической сферой, которая сама по себе уходит в прошлое. Начальники милиции подчиняют теперь не начальнику по району, а советам, где присутствуют все желающие жители района, все трудящиеся. Они же, эти жители, сами выбирают из выдвинувшихся кандидатов в себе блюстителей порядка. Они действительно выберут тех, кому доверяют. Может, это и не такой профессионал, как тот, что избивал беременную девушку на одном из митингов. Но куда важнее, что его дубина опирается на людей, на советы и никогда не повернется против них. Школы, больницы, тюрьмы. Разве они действительно будут такими же после социальной революции? Все это предмет разработок и очень интересных дискуссий, которые нам предстоит преодолеть. Но ясно одно. Социальная революция в первые дни своего шествия уничтожает, низвергает государство, каким мы его знаем, сменяет его коммунной, действительной общностью обобществившегося человечества, как говорил Кармак. И последнее, кстати, постскриптум, а вернее, постдиктум. Нет, не был Маркс этатистом. Он пришел к ориентации на государство от безвыходности, а не от злой воли или под давлением гегелевской идеи и духа. И ненависть к Марксу это ненависть не к его гению, а к большевизму и тем феноменам истории, которыми были окрашены, а вернее, красились именем Маркса. Поэтому, пользуясь своим положением, как находящегося между лагерями, выступлю в апостасе анархиста, но для того, чтобы защитить Маркса. Только в орбите борьбы классов, в контексте эксплуатации, отчуждения труда, оперируя этими понятиями, в осознании сущности, конструируемой классом-гегемоном реальности, возможно быть настоящим, действительным анархистом. Все остальное является не анархизмом, а анархокапитализмом, анархофеодализмом, как концепция копыта, любимая Световым, или анархоазиатчиной, анарходикаризмом. Быть коммуне, быть социальной революцией и быть единством всех трудящихся. Спасибо большое. АПЛОДИСМЕНТЫ Думаю, мне для начала надо представиться. Не все меня, наверное, знают. Ну, очевидно, почему. Зовут меня Виктор Разин. Я редактор журнала «Гонгофа». И что, как мне кажется, не менее, а, наверное, даже чуть более важно, чем это, я простой рабочий, только кооператор. И вот не уверен, что всем будет приятно держать эту мысль, да и вообще имеет смысл какой-то в голове. Мне кажется, что на протяжении моего выступления я вот буду говорить именно не с позиции того, что я там редактор какого-то социалистического журнала, занимаюсь там какими-то статьями, дискуссиями и так далее, а именно вот с той точки зрения, что я сам рабочий кооператор. Вот мне кажется, это довольно важно. Дальше я постараюсь не говорить я, в конце концов, как-то эгоистично, тем не менее. Так вот, я бы хотел немного более коснуться той темы собрания, которая была заявлена изначально. Социалисты и собственность, ну или социализм и собственность, поскольку, как мне кажется, вот этот, простите, мой марксизм, вот этот коренной экономический вопрос отношений собственности между вообще всеми людьми в человеческом обществе, он ключевой, когда мы говорим о построении какого-то социализма или там коммунизма, кому как больше нравится, или анархопримитивизма, но это уже немножко другое. И если не говорить о конкретных вопросах собственности, о конкретных формах собственности, нет смысла говорить ни о социализме, ни о коммунизме, ни о капитализме даже. Собственность имеет свои конкретные, четко определенные и выражены это в юридическом языке, допустим, и в практических, каких угодно регламентированных человеческих отношениях, она имеет конкретные формы. Но для начала поговорим о собственности, так сказать, вообще и о парадигме ее восприятия в современном обществе как таковом. Один французский софист, живший в 19 веке, как-то рассказал, что собственность — это кража. Можно понять, почему он решил так выразиться, можно понять все поколение теоретиков социализма того времени, считавших капитализм чудовищной, такой жесткой, жуткой, несправедливой силой, которая угнетает, эксплуатирует рабочих, делает им только плохо, потому что они видели победоносное шествие капиталистической эпохи, торжественно ворвавшейся в жизнь людей, перевернувшей жизнь каждого человека на планете за каких-то там, ну не знаю, 50-70 лет с ног на голову, и они видели, что помимо всего хорошего, что принес капитализм, то есть там колоссальный рост уровня жизни, продолжительности жизни, рост медицинского обслуживания. Помимо этого, конечно, капитализм принес чудовищное обнищание людей, хотя, казалось бы, еще там лет за 200, наверное, до наступления таких страшных капиталистических годов большинство населения планеты жило в, ну прошу прощения, в собственном дерьме. И без каких-либо перспектив, не знаю, там не то, что перебраться в какое-нибудь местечко получше в соседнюю страну, там где получше живется или так далее. Вообще без перспектив в город переехать из деревни, как правило, для большинства. Противоречия в обществе тогда стояли остро, но при этом они никак не решались. При капитализме противоречия общества за счет ускорения динамики его развития начали разрешаться гораздо интенсивнее, скажем так. И вот одной из ключевых претензий и классического марксизма, да и вообще вот социалистических теорий к капиталистическому вот такому миру, в котором центральное место занял с середины 19 века такой жесткий, однозначный, частный собственник, такой жирный буржуй в цилиндре и с моноклем, похожий среди современных образов, наверное, Егора Гайдара легче всего вспомнить из тех, кто похож на такого буржуя смешного. Этот собственник, он по мнению классического социализма исторического, он ворует, отбирает прибавочные продукты у работников, производящих все блага земли и все блага нашего общества, частным образом, если говорить чуть более научным языком, частным образом осуществляет присвоение благ, оставляя просто простому человеку кутишь, ничего, а сам зарабатывает гигантские барыши и прибыли своей деятельности. Конечно, эта позиция, вот прошу прощения мой, немножко нестандартный для классического социализма язык, это позиция обиженного, если честно, потому что глядеть на проблему так, что да, действительно капиталисты кого-то всех нас эксплуатируют, из всех нас имеют прибыль. Но таково стихийно сложившееся устройство нашего общества. Нет никакого смысла говорить о том, что это, ой, несправедливо, плохо, нехорошо. Так сложилось исторически, с этим невозможно спорить. Нужно настроить себя не на то, что мы чудовищно угнетены и должны освободиться, потому что если мы настраиваем себя так, мы принимаем своего рода рабскую психологию, рабский взгляд на проблему. Мы освобождаемся от этих оков, которые наложены на нас капитализмом, вот как в интернационале поется, но мы не готовы взять на себя ответственность за вот это произошедшее освобождение. Мы берем собственность, и в истории было много примеров, когда рабочий класс действительно завоевывал собственность на средства производства, и тут же ищем, кому ее отдать. Вот Парижская коммуна отдала собственность Центральному комитету национальной гвардии. Парижскую коммуну расстреляли из пушек. Октябрьская революция отдала собственность в руки Центральному комитету большевистской партии. Большевистская партия сказала спасибо, и всех, кто такой спросил, а вы будете нормально распределяться? Ну вот здесь недалеко Большой театр, Центральный комитет большевистской партии херачил по нему из пушек, когда левые эсеры попросили поделиться собственностью хотя бы с другой партии, не говоря уже там допустим о каком-то простом народе, который был после Октябрьской революции вообще отброшен на задворке истории, и там ему дали вот вам квартиры, живите в них и не бунтуйте, и вот вам фиксируемые цены. Ну в 91 году мы увидели какие фиксированные цену большевиков. Это рабская логика. Она не подходит для завоевания, так сказать, чего-либо. А вот мы считаем вот конкретно в нашем журнале, да и вообще я вам как человек, который все-таки работает не то чтобы сам на себя, сколько на коллектив, в котором он состоит как рабочий пайщик, я вам скажу, собственность это своего рода завоевание, и ее нужно именно завоевать, это очень сложно на самом деле. Это гораздо сложнее, чем там принять участие вот в кружке, принять участие там в митинге, даже на самом деле завоевать собственность хотя бы для одного человека самому себе стабильную, а при капитализме это вообще невозможно стабильную собственность единолично завоевать, это очень сложно. Легче даже в тюрьме отсидеть за политическую деятельность и потом стать народным героем там для оппозиции, что вот смотрите я девять лет боролся с голодом и усилиями охранки. Завоевать непосредственно собственность для одного самого себя сложно, поэтому в современном обществе малый бизнес, вот есть историческая тенденция классическая о том, что так называемая в классическом арктистском языке мелкая буржуазия, сейчас мы говорим опять же малый бизнес, имеет тенденцию к подавлению со стороны крупных компаний. Частный капиталист вообще сейчас это такой нонсенс, мы знаем какие-то там имена из средств массовой информации, из популярной там или литературы или всяких историй, что вот дескать был такой классный мужик, вот он у себя в гараже начал бизнес, а теперь он правит там одной из крупнейших корпораций на свете, вот он частный собственник. Нет, он не частный собственник. Примерно с середины 19 века абсолютное большинство капиталистических предприятий организовано исключительно коллективно, потому что даже капиталисты и 150 лет назад в массе своей поняли, что нет никакого смысла пытаться самостоятельно выживать. Имеет смысл коллективно завоевывать себе при пассивном согласии большинства общества. Это, кстати, довольно важный момент, к нему еще вернусь. Нет никакого смысла самому воевать. Лучше объединить усилия, создать акционерное общество, первичную форму, так сказать, сознательного коллективного хозяйства. И посредством этого общества, уже соединив усилия, при помощи еще какого-нибудь общественного банковского кредита, взятого тоже, скорее всего, у какой-то ассоциации акционерных обществ, строить максимально большую, максимально успешную компанию. Это разумный подход. Почему, так сказать, социалисты не могут в этот подход? Ну, потому что очевидно, что с нашей социалистической точки зрения мы смотрим на попытки какие-либо построения рабочих предприятий и всегда думаем, ага, ну у них, наверное, сейчас будет несправедливо распределена собственность, они там все между друг другом пересрутся, да и вообще, вот они пытаются самоорганизоваться, их подавят. К сожалению, историческая тенденция развития капиталистического общества вот спорят и с такой консервативно-леватской позицией, что не стоит заниматься экономикой, стоит заниматься политикой, потому что экономики-то буржуи нас точно умнее, они нас там подавят. В политике буржуи гораздо умнее нас. Любая капиталистическая партия, даже там самый последний, не знаю, самый последний спойлер Александра Богданова наберет на любых выборах, муниципальных и каких угодно, при необходимости, скажем так, подавить социалистического кандидата значительно больше голосов, потому что денег они на это не пожалеют. Но когда речь идет о рыночной конкуренции, которая происходит в совершенно другом, нежели политическое правовом поле, которое касается гораздо большего людей, нежели какие-то политические компании и так далее, в этой ситуации для людей, пытающихся со стороны рабочего класса выступить на экономическом поприще, в каких конкретно формах я сейчас расскажу, в этой ситуации капиталистам действовать гораздо сложнее. У них есть классические умовки, которые они друг против друга применяют, есть классические умовки крупных корпораций, которые они применяют для того, чтобы подавлять друг друга. Но тем не менее, здесь мы говорим уже о конкретной борьбе, о конкретной борьбе за завоевание собственной собственности и свободы, экономической свободы. А с экономической свободой уже потом начнется социализм, с экономической свободы абсолютного большинства общества. Без завоевания этого бессмысленно говорить о том, что вот мы водрузим знамя коммуны над Кремлем и директивно прикажем всем жить при коммунизме. К сожалению, так оно не выйдет. Даже если мы при этом распустим абсолютно всю бюрократию государственную. Не знаю, придет какой-нибудь генерал Язов и просто ударит по нам атомными бомбами. Вот. О каких же формах конкретных, я говорю, завоевания вот экономической свободы рабочим классам? Ну, я вначале представился как работник кооператива. Я говорю о кооперативах, потому что рабочая кооперация это единственная доступная сейчас, во-первых, массово доступная людям форма организации хозяйства, именно коллективного рабочего хозяйства, в котором при этом есть уже проработанная историческая, юридическая и даже политическая база. Вот кооператоры в разных странах уже выступали на политическом поприще единым фронтом, так сказать, и добивались определенных успехов. Это единственная такая форма собственности рабочей, при которой можно как-то реализовать хотя бы минимальные потребности отдельных работников в той самой экономической свободе, о которой я говорю. Но не только поэтому я выступаю за кооперацию, до этого я еще дойду. Но вообще немножко стоит коснуться, вот может быть кто-то не знает, как именно работают кооперативные предприятия. Кооперативные предприятия строятся по принципу того, что в них участники имеют долю в собственности самого предприятия. Доля может быть неравной, но при этом чем кооперативное предприятие отличается от акционерного, в акционерном обществе чем больше у тебя акций, тем ты соответственно более весомо твое мнение. В кооперативном предприятии вот хоть ты владеет там половиной всего дела, у тебя всего один голос при решении любых вопросов. А решение любых вопросов по большинству ключевых моментов, там регламентировано все это естественно уставами и так далее, оно должно приниматься единогласно. Либо там в отношении каких-то таких других более нейтральных моментов подавляющим большинством, там 75-80 процентов. Каждый кооператив сам пишет свой устав при создании, поэтому вот предпосылки к его вырождению, это о которых очень часто говорят, как контраргумент к тезису о кооперации. Это довольно сложно представить, чтобы люди сами решили отказаться от своих собственных выгод. Мы здесь говорим, конечно, не о таких каких-то предприятиях, которые вот там есть известные сейчас, даже как правило их организовывают, как же личные кооперативы в России, по крайней мере, как сказать, мошеннических схемах, в которых с людей просто требуют деньги, говорят, да-да-да, вы собственники, вот только вы будете собственниками онлайн, вот ваш личный кабинет собственника, никаких общих собраний у нас не будет, мы вас оберем, но вы подпишите кучу красивых бумажек, никакой реальной деятельности у кооператива нет, а через 20 лет мы построим вам дом, верьте нам. Вот такие случаи, они где-то каждые года 4-5, наверное, происходят в нашей стране, прямо на федеральном уровне, можете, может быть, даже вы слышали об этом. Так вот, кооперативы, как я уже сказал, это действительно выгодно для рабочих непосредственно с точки зрения их самоорганизации, но как это выгодно для социализма, там, социалистической революции? Если смотреть на классическую модель того, как происходит социалистическая революция, как это представляется большинству левых, то мы знаем, что, ну, допустим, коммунисты, классические марксисты говорят, там, ленинистов трогать не буду особо, нам нужно организовать сначала партию, потом эта партия вступает в смычку с профсоюзным движением и руководит этим движением, и кооператорами оно может руководить, но главная роль это вот руководящая роль партии, эта партия собирает все больше и больше народу вокруг себя, потом у нас переходит настоящий Гегель, количество превращается в качество, и мы, наконец-то, завоевываем власть, там, образовываемся в нарком, принимаем декреты, кто не согласен, убиваем, и, ну, лет 100-200, может, 300 надо будет потерпеть жесткую диктатуру, кровавую с концлагерями, но потом, ребята, на очередном съезде мы объявим, что наступит коммунизм. Как представляют анархисты, ребята, объявим всеобщую стачку, буржуи не выдержат того, какие мы сильные, рухнут, и, наконец-то, вот низовая сама организация нас всех приведет к полной победе, а что дальше делать, ну, знаете, не знаю. Кто-нибудь читал здесь Аман Амура, вот, В, значит, Вендетта, именно графическую новому эту? Вот, чем там кончается история с всем этим монархизмом? Там все шикарно отношилось, что он взорвал парламент, они все вышли на площадь перед парламентом, и там, по-моему, такая открытая концовка в плане того, что все все осознали, все правительство погибло, и солдаты начали... Ну, не, насколько я помню, там есть все-таки небольшое продолжение относительно того, что люди прям при чистом таком, ну, в современном обществе не готовым к социализму и к отсутствию государства, но внезапно оказавшимся в состоянии отсутствия государства живут. То есть в анархии, в худшем капиталистическом понимании этого слова. Хотя сам Мур, насколько я знаю, анархист, он все-таки, насколько я помню, именно так свою книгу закончил. Вопрос в чем? Возможно ли без какой-то вот тотальной подготовки людей к свободе, без тотальной подготовки людей к тому, что вот они сейчас с бухты-барахты завоюют не просто там какую-то свободу для себя, а вообще свободу для всех? Пустить их в это свободное общество невозможно, потому что, как говорится, и воспитатель-то должен быть воспитан, а ученик тем более должен быть тоже воспитан. Это я не совсем к той аналогии, про которую говорим, товарищ Музин, но тем не менее. Да, возможно. Так вот, если говорить о том, какой здесь предлагают выход кооперативы. В кооперативе работник учится быть одновременно как и сотрудником предприятия, тем, кто на нем продолжает непосредственно трудиться, так и собственником. Он учится принимать решения, которые гораздо сложнее принимать, которые, вернее, вот ему попросту недоступны, когда он просто является наемным сотрудником. Как мы вот, кто работает среди присутствующих, наверное, знает, если ты наемный работник, ты, ну, конечно, стараешься добросовестно исполнять свою работу, чтобы тебя не уволили, но на самом деле тебе все равно. Вот тебе все равно. Что тебе там, ну, начальство может даже выругать за что-нибудь, ты там можешь что-то не так сделать, понимать, ты здесь с девяти до девяти, там с девяти до шести, со скольки угодно до скольки угодно, и больше тебя вот в промежутках, которые у тебя остаются там на сон и отдых, тебя работа твоя вообще не волнует, если только нет каких-то там личных проблем. А в обычное время тебе все равно. Если говорить о, вот я здесь скорее на личный опыт сошлись, пусть это не совсем, конечно, научно, наверное. Ну, о науке мы тут не говорим, а мы говорим о коммунизме. Когда ты сам являешься частью вот этого коллектива совокупного капиталиста, совокупного собственника, а мы живем при капитализме, поэтому любой кооператив – это тоже своего рода совокупный капиталист, примерно как и государство – это совокупный капиталист, но только в чуть более справедливом смысле. кооператив, я имею в виду не государство, государство не бывает таким. В кооперативе ты постоянно переживаешь, что что-то вы не так сделали, может быть. Если все идет хорошо, ты, конечно, все равно переживаешь, потому что ты знаешь, что дальше будет новый день, и опять придется заниматься конкретными проблемами, решать их. Никто их за тебя не решит. Нет гендиректора, который скажет тебе, что делать и так далее. Нет собственника, который в конце концов, даже если ты гендиректор, не знаю, кооператива, вот придет собственник и скажет, я хочу это. Ты там, конечно, будешь переживать, что он с ума сошел, но ты все равно обязан будешь делать, каким угодно образом, и переживать будешь исключительно за то, что если все предприятие обанкротится, тебе придется искать работу на рынке труда, и все. Тогда как здесь ты переживаешь за свой вклад в предприятие, за потраченные усилия. Может быть, многие кооператоры, у которых удается удержаться против капиталистической системы, против рынка, как и, в принципе, и у любые собственники, они переживают уже за десятилетия труда коллективного. И это ответственность. Учиться ответственности – это та вещь, которая, как мне кажется, очень нужна современному обществу, которое все больше инфантилизируется, все больше уходит в абсолютное отчуждение, ну, как отчуждение даже, не то, что в отчуждение, оно становится атомизированным. Атомизированным, да. И люди не то, что от самих себя отчуждены. Вот первые марксисты говорили, там, самое страшное – это отчуждение от самого себя. Они настолько отчуждены от других людей, что то, что они отчуждены от самого себя, их там нет просто больше внутри. Их нет, они превращены в каких-то вот действительно приматов, безвольных, ничтожных, которые не могут ничего делать, когда им говорят, вот ты понесешь за это ответственность. Они такие, о, боже мой, меня посадят на 15 суток в тюрьму за участие в митинге. Жизнь кончена, невозможно больше жить. Так мыслят сейчас люди. Тогда, как, допустим, сто лет назад еще за народное счастье, скажем так, шли на плаху первомартовцы и прочие наши народные герои. Вопрос в том, что ответственности учат. Вот именно каждодневная такая кропотливая работа. Но это в конкретных предприятиях. Если говорить масштабнее, то, разумеется, когда ты работаешь в таком предприятии, ты думаешь, ну, блин, это же классно, почему все другие так не живут? Надо людям рассказать, что есть такая форма. Многие даже просто не знают. Вот простой гражданин, там я работаю, допустим, в Гальяново, я более чем уверен, что, ну, большинство присутствующих думают, знаю, что это за район такой рабочий на востоке Москвы. Там абсолютное большинство людей о таких материях, как собственность и так далее, даже не помышляют. Они вот пытаются выжить, пытаются прожить свою маленькую жизнь и даже не знают о том, что можно жить как-то свободнее. Соответственно, нужно рассказать. И не только рассказать, а как рассказать. Если я вот буду перед 30, даже тут 30 человек, 40 соберется, 50, 100, это все равно очень маленькая аудитория. Нужно вступать, нужно как-то шире организовать пропагандистскую деятельность агитационную. Для этого мне нужно сойтись с другими кооператорами. Ага, я с ними встретился, сошлись. Организовали, есть такая даже по закону форму, кооперативную корпорацию. Это изначально вывели такую теорию социалисты в конце 19 века. Оп, а сейчас в России уже закон. Ну и, конечно, анархосиндикалист написал, который, правда, сейчас депутат Госдумы Исаев от Единой России. Но, тем не менее, написал хороший кооперативный закон. Спасибо ему, ну и товарищу Путину за то, что держит Исаева жирным. Соответственно, я встречаюсь с другими кооператорами. Мы с ними сходимся в том, что да, давайте расскажем миру. А что у нас еще общего? Общий интерес, общий экономический интерес, общее недовольство с законом каким-то, общее то-то, так далее. У нас есть потребность, допустим, мы знаем, что вот мы можем себе заработать, грубо говоря, средства на какую-то... В чем еще плюс кооперации? Можно составлять особые фонды на какую-либо деятельность. Вот можно составить совместно с другими предприятиями общий фонд на пропагандистскую деятельность. И таким образом возникнет уже, так сказать, реальное, имеющее постоянное финансирование, организация социалистическая, по своей сути, поскольку она будет выступать за коллективную собственность, которая впоследствии при дальнейшем объединении кооператоров, при привлечении людей со стороны, может уже претендовать на какой-то там общественный, социальный, ну и в самом таком лучшем случае на политический вес. Но при этом тон, дискуссии в этой организации будут задавать, да, к сожалению, не там простые рабочие автовазы, не безвольные там какие-нибудь бурятки работающие, ну не бурятки, прошу прощения, там киргизские, работающие в КФС и так далее, как простые профсоюзницы при такой ком-организации. Всего доброго. Тон в этой организации будут задавать непосредственно рабочие собственники, что является, как мне кажется, для коммунистической организации несомненным не то, что плюсом, сколько вообще как бы полным оправданием того, почему реально эта организация реально коммунистическая, если в ней рабочие собственники господствуют, именно говорят, что партия должна говорить, условно говоря. И когда, наконец, все расширится настолько, через годы боев, возможно, через какие-то поражения, репрессии, через что угодно, работать предстоит очень много и очень долго. Когда все это расширится до того момента, при котором уже можно будет говорить, допустим, о завоевании государственной власти, чтобы ее разрушить, чтобы ее реформировать, или как угодно, чтобы там построить полный коммунизм и распространить вот это кооперативное устройство общества на всех, к этому моменту должны быть готовы невероятно большие силы. Как их подготовить вот без кооперативной организации рабочих, я не знаю. Потому что собираться мы можем сколько угодно. Мы можем сколько угодно организовывать профессиональные союзы, которые будут вырождаться в бюрократической организации. Мы можем основать 10 РРП, 20, 30, 100 и 1000. Ни одна революционно-рабочая партия к власти в итоге никогда не придет. И сколько угодно социалистических союзов. Вопрос в том, что вот под конец хотелось бы так отдельно коснуться, вот товарищ Музин поподробнее рассказал про социализм, мне хотелось бы немножко отдельно коснуться этой темы, потому что, именно вот коснуться, мы не можем говорить о социалистическом обществе конкретно, потому что, ну, это слишком далекий уровень прогнозирования. Мы сейчас не можем сказать, уйдет Путин в 24-м или не уйдет, а давайте порассуждаем о том, как конкретно люди в театре будут сидеть при коммунизме, чтобы было справедливо. Вот Вейтлинг, кстати, такой социалист тут описывал, в свое время целую книжку про это написал. Маркс, ну, он ее даже не критиковал, он знатно проиграл, скажем так. Вот кооперативы. Как они могут организовать общество так, чтобы было не по рынку и не по госплану? Есть возможность такая, на нее справедливости ради указал еще в начале прошлого века, во время Октябрьской революции, опальный большевик Александр Александрович Богданов, может быть, кто слышал, такой замечательный мужик, один из, так сказать, прародителей кибернетики, создатель первого в мире института переливания крови и так далее. Регалий много, в итоге он помер. Так что не важно. Вот. Он в своей работе, критикующий Октябрьскую революцию, осуществленную его бывшим другом Лениным, говорим, что невозможно, вот, допустим, при помощи государственного планирования решить всех проблем, поскольку оно идет, конечно, сверху директивно, как товарищ Музин верно отметил, возникает еще черный рынок, потому что здесь речь идет о планировании производства. Но планирование потребления невозможно осуществить сверху директивно. Как его возможно осуществить? А есть такая вот вещь, как, она элементарно, на самом деле, поражаешься, когда об этом узнаешь, что так легко решается проблема. Есть такая вещь, как потребительские кооперативы, потребительские общества. Они существуют давно, вот, допустим, в Германии, их местная пятерочка, Эдека называется, это потребительский кооператив, это одна из крупнейших торговых сетей Германии. Огромное количество предприятий вот на нашем просвещенном Западе, есть в Японии огромный сектор потребительской кооперации. В Корее, вроде бы, даже в Китае, не знаю, как там партия правит хорошо. Этот сектор планирования, не зову, он на самом деле гигантский. И там конкретные потребители составляют план своих запросов, взаимодействуют с предприятиями, доставляющими им непосредственно товары потребления, причем потребительские, план может быть организован не только там, допустим, вот мы тут собрались, общество любителей курицы, мы обратились на фабрику по производству курятины с соответствующим плановым запросом, произведите столько-то, привезите нам тогда-то. Нам говорят, хорошо, нет. Точно так же могут взаимодействовать между собой, как потребительское общество и предприятия более крупные, там, объединенные точно так же в ассоциацию, предприятия какой угодно стеллитейной промышленности, горнодобывающей, вообще любой, кроме, наверное, ну, сферы услуг, хотя и в сфере услуг непосредственно клиенты таким образом могут легко взаимодействовать с, допустим, клиент-парикмахерской, с той парикмахерской, которая не работает, а стригутся, ну, хотя и работники там тоже стригутся, наверное. Вот, очень легко на самом деле, поэтому организовать плановую экономику, казалось бы, когда низовое планирование предлагает, вернее, выдвигает демократическим образом условия для производителей, а производители по этому принятому снизу плану все делают. Это уже есть, это уже реализуется. Вопрос в том, как сделать это достоянием всего общества, как агитационный, я его назову даже своего рода спектаклиозным вопросом, насколько спектакль вот этого рабочего социализма будет более, будет лучше работать, нежели спектакль наших товарищей капиталистов, насколько мы их переконкурируем в этом смысле. Это вопрос финансов во вторую очередь, потому что, опять же, чтобы соперничать с буржуями, у которых там все банки в кармане, нужно иметь как минимум хотя бы там, не знаю, треть от той суммы, которую они держат при себе для борьбы с такими, как мы. Без этого, ну, можно сколько угодно выходить перед танками на площадях и говорить, что вот сейчас мы вас пересидим, перестоим, вы сейчас развалитесь, капитализм загнивает и так далее. Но нет, без годов упорного труда, без годов упорного труда экономического и вырастающего именно из экономического труда агитационного ничего не выйдет. Закончить я бы хотел, наверное, таким моментом, что, в первую очередь, вот о чем мы уже конкретно сейчас как гамуфианин скажу, мы, поскольку объединяемся с револьтернативой, мы, в первую очередь, конечно же, не говорим, ребята, давайте перестаньте заниматься политикой, давайте все объединимся там, все продадим квартиры, дачи, сбросимся на один большой кооператив и будем каждый день в нем работать, чтобы достигнуть коммунизма. Нет, безусловно, и политическая деятельность важна. Но здесь нужно понимать, что нельзя строить перед собой каких-то вот политических иллюзий. Здесь я сошлюсь на историю, так сказать, нашей организации довольно долгую. Мы тоже строили перед собой иллюзии, что вот сейчас там, ну, это коммунистические и большевистские такие были, газета, кружки, партия, Совнарком, трибуна Мавзолея, все, ребята, план выполнен на жизнь. Нет, нельзя строить перед собой иллюзии, что вот занятия политикой они к чему-то серьезному приведут, без параллельной работы, которая будет приоритизирована с точки зрения теории и практики, без параллельной работы экономических организаций. Без экономических организаций левое движение не сможет никогда выйти за уровень загрань сектанщины или каких-то вот молодежных студенческих движений. Если говорить там о студенческих движениях, когда студенты заканчивают университет, движение заканчивается, а сами студенты продолжают уже свое собственное движение там по карьерным лестницам в других организациях. Может, вынеси какие-то уроки из предприятия своего, может быть, нет. Здесь же речь идет о том, чтобы конкретным рабочим людям объединить усилия над одной задачей и, конечно, может быть, даже и не при своей жизни у них получится достигнуть успеха, но как минимум поможить свое дело, свою жизнь на что-то действительно стоящее. Что ж, да здравствует коммуна! Собственно, хотелось бы у меня, сразу говорю, у меня дополнительный доклад, поэтому постараюсь максимально кратко. Хотелось бы сделать несколько дополнений к уже прозвучавшим замечательным докладам, собственно, то, что касается моего мнения. По озвученным поводам. Во-первых, хотелось бы немножко так напомнить, опять же, у нас заявленная тема, во всяком случае, от нас, от Голгофа была именно социалисты и собственность. Действительно, как правильно сказал товарищ Разин, это было сделано не даром, по той простой причине, что у нас есть. Именно, ну, скажем так, фундаментальная основа вообще того, что мы предполагали, да, как дальнейшее развитие, скажем так, различных социалистических движений в рамках той или иной существующей системы. Но прежде всего, во-первых, небольшую сделаю пометку. Кстати говоря, очень правильно, если мне память не изменяет об этом, сказал товарищ Лузин, что недопустим, я бы так это вкратце сформулировал, недопустим, скажем так, телеологический подход. Недопустим телеологический подход. И что это значит? Что нельзя буквально ставить какие-то цели, что вот у нас есть такие-то там задачи, потому что мы там хотим того-то, во-первых, потому что мы еще не до конца сами зачастую не знаем, что вообще хотим от этой жизни, и даже лично, да, зачастую люди вообще себе плохо представляют это. И еще большее, что важно, да, потому что прогнозирование очень затруднено. Вот. Ну а теперь, переходя непосредственно к теме, будет у нас такой с вами небольшой интерактивчик. Сейчас, скажем так, ну, хотелось бы задать, наверное, аудитории, лекторы, не знаю, может, тоже могут ответить на этот вопрос. Ну, пару вопросов. Во-первых, вот вы все прекрасно наверняка встречаетесь с таким явлением, как иконка на компьютерах, в своих смартфонах и так далее. Скажите, кто-нибудь может сказать, что это такое? Слушай. По факту это просто изображение, которое прикреплено в программе. Так, а хорошо, а что такое икона, в принципе? Что такое икона? Ну, икона, смотри, компьютер, я сказал. В принципе. Словно изображение. Так, условно изображение. А чем отличается икона от изображения? Условно изображается более локаловским языком. Икона – это символическое, выключенное в реально. Если говорить абстрактно. Так, хорошо. Тогда еще такой вопрос. Как соотносится икона, символ и индекс? Или это вообще разные понятия, которые из разных вообще совершенно направлений? Никак не соотносится, да? Пожалуйста. Ну, действительно, никак, потому что одно – это палец, а другое – это защищение. Ну, что ж, хочу сказать, что вы здесь прямо не правы, потому что и первый, и второй, и третий – это вид знака. И у знаков всего есть три вида. Икона или образ. Индекс. И символ. К чему я вообще это говорю? Потому что, вы знаете, когда мы начинаем какую-то масштабную дискуссию, мы говорим здесь о собственности, о каких-то там вещах, вы знаете, недаром есть замечательное выражение свободы как осознанной необходимости, которая течет еще, я даже забыл с кого, да, от Лейбницы, и потом и Лениным повторялось, и много кем еще. Мы говорим о необходимости, но забываем о том, что она должна быть осознанной, то есть она должна сопровождаться значительным массивом знаний. Вот если я задам вопрос вам гораздо более по теме нашей сегодняшней, скажем так, дискуссии, что такое собственность? Кто может сказать? И чем отличается собственность от владения? Пожалуйста. Владение – это характеристика собственности. Насколько она особо неизвестна, в структуре либского права собственность характеризуется владением, пользованием, и получается распоряжение. Распоряжение, все правильно. Собственность вот тема отличается. Так, а в чем разница между этими понятиями? То, что собственность содержит владение, распоряжение и пользование, да, несомненно. Но что подразумевает понятие собственности, владение, распоряжение, пользование? Это же ведь фундаментальное определение, потому что если мы не даем точных терминологий, точных понятий и не связываем термин и определение в понятия, то мы не можем вести дискуссию на общих началах. Это важные моменты. Собственно, если говорить про это, вообще-то говоря, в частности, есть, скажем так, очень важное отличие у владения и собственности. Владение – это явление индивидуальное. Вот если возьму, не знаю, какой-нибудь предмет, вот тетрадь возьму, вот я его взял, я владею. Но будет ли это моей собственностью? Нет, не обязательно. Потому что я могу взять чужую вещь, есть, например, понятие добросовестного и недобросовестного владения. Я могу украсть, я буду владельцем, но не буду собственником. С другой стороны, я могу отдать в аренду или отдать еще кому-то, например, на поднайм. Этот человек будет владельцем, но собственником – это я. Почему это важно? Потому что тут же оказывается, что если владение – это индивидуальное явление, то собственность – это явление исключительно коллективное. Собственность – это явление признавания обществом полного или, во всяком случае, подавляющего большинства в обществе непосредственной связи субъекта и определенного предмета – вещи. Почему это, на самом деле, в рамках нашей дискуссии очень фундаментальная вещь, потому что она как раз показывает, если мы говорим о формах собственности, о их связи с социализмом. Да, наверняка большинство из здесь присутствующих знают различные категории социализма, историю, может быть, основу какой-то теории государства и права и так далее. Но если мы не знакомы с собственностью, то как можем вести дискуссию? Если мы не знаем, какие, например, формы собственности, если мы не знаем, допустим, я предполагаю, допустим, вот я бы не знал, что в нынешнем капитализме, вообще-то говоря, коллективная форма собственности тотально победила, она занимает 95% в мире. Коллективная, а не индивидуальная, а частная. И вообще, если мы… Опять же, может ли быть коллективная собственность частной, и если да, то в каких форматах? Если мы этого не знаем, то как мы можем разбираться по теме? Переходя к самому содержанию, что хотелось бы отметить? Естественно, что нужно, и то, что у нас, кстати говоря, не совсем было сделано, на мой взгляд, докладчиками, нужно разбирать, а собственность, она вообще откуда взялась, почему она, почему возникла на ее фоне эксплуатации, или наоборот. Это же ведь тоже, опять же, важнейшая тема, без знания которых нам не выйти из этой темы, и не выйти вообще с понимания того, что нам делать с будущей собственностью, нужна ли она вообще нам. Ведь собственность в свое время возникла, опять же, как коллективное явление признания связи с объектами вещи на том явлении, что возникла специализация и разделение труда. И какой-то человек, управляющий, должен был снабжаться какими-то ресурсами, не влияя непосредственно на процесс производства. То есть кто-то уже не трудился лично, но при этом общество признавало вот этому человеку, вот этому старейшине, мы должны давать столько-то, столько-то и столько-то, желательно с такого-то поля. В будущем это поле станет его собственностью, потому что вся община признает за ним собственность на это поле. Мы говорим, а тогда же, почему же вдруг люди так сделали? Почему они из общины выделили какой-то кусок какому-то человеку, просто так? Кажется, это вдруг какие-то абсурдные вопросы, которые касаются далекой древности, но на самом деле, ведь если мы говорим, что мы хотим выйти из этого состояния, то мы должны понимать отличия и как это все началось. Если мы говорим о том, что мы не хотим больше эксплуатации, например, и господства акционерных обществ, если мы говорим, что мы хотим преодолеть отчуждение, но ведь отчуждение основано на явлении собственности. Отчуждение подразумевает, что все общество, и товарищ Лузин очень правильно это заметил, что все общество признает за определенными людьми определенные их права, в том числе права на вещи. и продукты производства и так далее, право выкупать труд и отчуждать его от человека. Вопрос, а почему же люди, если вдруг мы говорим, что капитализм такой плохой, и мы говорим, что отчуждение-то так плохо, оно всех травмирует, и вообще лучше бы его не было. Почему же люди просто не... Во-первых, почему это возникло, и почему люди не могут от этого просто отказаться? Оказывается, что на определенных этапах это было не просто, скажем так, неизбежным явлением, но явлением прямо выгодным людям. Были на протяжении истории человечества моменты, социально-экономические, когда люди хотели попасть в кабалу, а не из нее выйти. Они не были еще в кабале, но они желали в ней оказаться. Это парадоксально для нашего сегодняшнего явления. Естественно, без каких-то достаточных знаний, таких исторических факторов, это нам вообще трудно понять, но это было. Казалось бы, почему? Зачем человеку отказываться от какой-то своей свободы? Опять же, что такое свобода? Сознанно необходимо. Им оказалось выгоднее отдать свою свободу в нашем бытовом понятии, то есть свободу распоряжения своими вещами, своим трудом, своей жизнью, другому человеку, кому? Управляющему. Который концентрирует в своих руках возможность управления, производства, распределения и даже отчасти уже потребления. Почему мы вообще об этом всем говорим? Вот я опять же приведу самый практический теперь пример. Вот поднимите руку те, кто на данный момент имеет, я, кстати, тоже в этом участвую, поднимите руку те, кто уже на данный момент имеет достаточное образование в экономике, маркетинге, менеджменте, бухгалтерском учете, что там у нас еще, ну и различных других направлениях, чтобы на данный момент организовывать собственное предприятие. Вот я руку не подниму. А кто поднимет? Нет, я говорю не про формальное образование, ни в коем случае, не про бумажки, нет, реально. Вот если бы вы сейчас получили деньги, вы смогли бы прямо вот сегодня или в течение месяца создать какое-то свое предприятие, которое было бы выгодно. Если у вас есть такие навыки, и вы в них уверены, поднимите руку. Пожалуйста, это вполне... Не обязательно иметь навыки и знания. Несомненно, несомненно, навыки и знания совершенно необязательно иметь. Но это соответствующим образом в обратной пропорциональности зависит от ваших шансов выжить на конкурентном рынке. И здесь вытекает сразу простейший момент. Если здесь присутствующих, пока что я вижу меньшинство, а ведь мы называемся антикапиталистами, социалистами, и меньшинство имеет хоть какие-то навыки организации предприятий, то как мы рассчитываем управлять с такой громадой, не знаю, как хотя бы даже не буду брать мир или Россия, хотя бы Москва. И я говорю, ведь каждый человек должен непосредственно участвовать в своем управлении. Я приведу другой простой пример. Вот наверняка, если... Ну, скажем так, я предположу, что здесь большинство москвичей, и на этих же основаниях предположу, что, во всяком случае, значительная часть из них присутствующих живет в типичных панельках или подобных домах типа хрущевок. И там форма владения – это товарищество собственников жилья. И, скорее всего, у вас есть председатель. Вы знаете его в лицо? Вы знаете, чем он занимает? Вопрос в этом. Вот это касается, опять же, различных молодежных движений и так далее, особенно вот того, что происходит сейчас с этими ребятами вроде Навального. Люди хотят выбирать президента, но они выбирают царя. Они не могут управиться собственным подъездом. Вот с этого начинается самоуправление. И начинается оно тогда, когда люди осваивают навыки, получают достаточную ресурсную базу, в том числе экономическую, это очень правильно заветил разин, и, естественно, получают достаточный коллектив и собранность уже на этой основе, чтобы что-то делать. Сразу возникает вопрос. Если мы говорим о том, что вот это социально-экономическое явление у нас сейчас действительно происходит. Во всяком случае, мы здесь все собрались, мы здесь что-то обсуждаем, каждый из вас читал какие-то умные книги, получает регулярно какие-то знания и так далее. Сто лет назад это было трудно себе представить на том уровне развития каждого индивида, который у нас есть сейчас. Это прогресс. Но этот прогресс дал нам капитализм. Можно сказать, да, что вот люди боролись, на протяжении этих ста лет люди не сидели ровно, естественно, это была борьба, это были стачки, забастовки, построение социально-ориентированных государств. Да, но все это происходило под флагом капитализма, как мы сегодня выясним. Так почему же мы говорим о том, что капитализм исключительно плохой? Мы сразу теряем эту диалектику. Он плохой, но именно его негативные качества рождаются из его позитивных, из его развития. И в этом развитии он един со своими недостатками. Я даже более того, я, может, сейчас скажу какой-то тезис, с которым могут многие поспорить, но я бы лично, например, себя не назвал бы антикапиталистом. Потому что в каком-то смысле коммунизм, и уж тем более, если мы говорим про кооперативизм, про такую его разновидность, это не уничтожение капитализма, это высшая его стадия. Точно так же, как капитализм в какой-то смысле, высшая стадия феодализма. Просто с глубокими качественными изменениями и снятием значительного количества тех недостатков, которые были у предыдущей формации. Коммунизм не снимает этот синтезис, он его дополняет и развивает в новом русле. Почему я обо всем этом говорю? Потому что как только мы это понимаем, мы понимаем и так же и то, что вне пределов капитализма мы должны искать ответ на вопрос, то, как из него выйти, а в самой его сути. мы должны уже в нем и здесь, и сейчас искать те фундаментальные механизмы, которые выведут сам капитализм на новое русло. Сам капитализм заставит развиться до коммунизма. И это очень фундаментальный момент, потому что когда мы задаем себе такой вопрос, а что же может являться такой причиной, мы находим кооперацию. Но кооперацию не только ту, о которой уже очень подробно рассказал товарищ Разин, но в гораздо более широком смысле кооперации труда. Я уже сказал, что наш мир, вообще-то говоря, мир победившего кооперативизма, только кооперативизма капиталистического, когда капиталист организует акционерное общество и с его помощью покоряет мир. Ну да, можно сказать, что, вообще-то говоря, даже коллективизм уже победил. Просто, опять же, коллективизм кого? Да, он победил, потому что он господствовал всегда, даже в реодальном мире. В каком-то смысле, кстати говоря, да. Более того, с каждым новым витком, и мы, кстати говоря, на своих лекциях, присутствующие здесь из Голгофа знают, мы говорили о том, что на самом деле путь от первобытно-общинного строя к нынешнему моменту и далее, это путь не от коллективизма к индивидуализму в экономике, а даже наоборот, путь от полного индивидуализма к тотальному коллективизму уже сейчас. И здесь сразу проступает еще такой момент. А что же тогда кооперация в широком смысле? Новая кооперация, которую мы могли бы назвать, скажем так, ну, если говорить вульгарно-справедливой, или если говорить с экономической точки зрения, кооперация труда. То есть, когда происходит снятие противоречия труда и капитала, это кооперативизм, который мы видим, который мы нам представили и товарищ Разин, товарищ Вузин, это и самоорганизация на местах, это и производственные, и потребительские кооперативы, и какие-то даже политические, может быть, движения, и те же самые кружки, и муниципальное управление в более разных странах, поскольку у нас нельзя сказать, что оно поднастоящему муниципальное, и профсоюзы, и куча еще чего. Это на самом деле все кооперация, потому что что значит кооперацию? Операцию – это действие. Кооперацию – это совместно действие, если дословно. Так вот, когда мы говорим о кооперации труда в широком смысле, мы даем ответ на вопрос о том, что же уже сейчас заставляет капитализм развиваться в направлении коммунизма. Потому что люди обнаруживают, что на нынешнем этапе у них уже достаточно знаний, достаточно средств, во всяком случае в наиболее развитых регионах, чтобы начать требовать собственника власть над вещью себе назад. Впервые, по большому счету, если мы говорим в масштабе человечества, развития человечества, впервые со времен какого-нибудь бронзеловека. Да, ну или можно даже сказать, что 10 тысяч лет тому надо, ну 14-10 тысяч лет тому надо. В общем-то, наверное, и все. Вот, и теперь, я думаю, у нас перейдем, наверное, к дискуссионной части. У нас вроде у многих людей были вопросы. Все-таки зовут меня Геннадий. Сейчас я в профессиональном судейском движении. И вот мне очень понравилась эта дискуссия. Хотя, честно говоря, мне показалось странным, что есть определенные противоречия. К примеру, товарищ Райзин, представляющий Голуб, у нас предлагал работать на кооперацию и, в принципе, работать в рамках существующего капиталистического мира и возрастить ростки нового общества внутри существующей формации. В то время, как товарищ Райзин предлагал немного отстраниться, как мне показалось, от вопроса собственности, работать с вопросом государства в нас и внутри. Мне кажется, это немного разные вещи, но они все-таки на самом деле показывают, с одной стороны, наша готовность бороться едино, когда вот, казалось бы, здесь совершенно разные задачи, но все равно организации объединяются. И, с другой стороны, оно нам подсказывает, что когда у нас такое количество нерешенных вопросов, у нас не может задача быть решена вот так просто. Но на самом деле проблема в том, мне кажется, что задача может быть решена еще гораздо проще. Знаете, вот, если мы будем строить коммуну, естественно, мы не построим сразу. И силы всего старого мира, естественно, рано или поздно, они будут использованы в полной мере для того, чтобы эту коммуну подавить, никак не ограничиваясь в средствах. И знаете, вот, это может казаться страшно, но вот что делает любой уважающий себя художник, даже иконописец, он все-таки как-то, или, может, искренне, иконописец неправ, но в первую очередь материал всегда очищается перед тем, как с ним работать. Мы должны начинать с чистого хоста. И вот здесь был несправедливый, мне кажется, пинок в сторону все-таки, конечно, художественного образа товарища Язова. Я искренне считаю, что вот эта вот реакция старого мира, именно она, а не вооруженную, или какое-то ни было восстание против этого старого мира, создаст условия для того, чтобы построить мир новый. И даже если будет, и даже предпочтительно в этой ситуации, если будет тотальная ядерная война, когда весь, совершенно весь старый мир будет обречен на самоуничтожение. И наша задача в этой ситуации левых состоит в том, чтобы подготовить себя к этой ядерной войне, чтобы потом первыми начать строить мир и начинать с чистого листа. Здравствуйте, коммуна! Я хочу задать вам вопрос, вы за черную либу, или вы, как-то, у нас какие-то другие формы. Несмотря на вопрос по сатизму, точно есть конструктивные основания. Я хотел бы сказать, что я не за черную либу, или за бургунскую систему, я за всеобщую, я и давно в войну. То есть за то, что предлагает черную либу. Давайте, 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 система вместе. Давайте, давайте обсуждать. Давайте, давайте, диалектически перевернем тезис и скажем, что мы за всеобщее ядерное разоружение и уничтожение всего ядерного оружия вовсе вместе с капитализмом. Уничтожение в этой практике осуществляется. Ну, это понятное. Нет, здесь, здесь, взаимное уничтожение. Ядерное оружие с капитализмом. Товарищи, товарищи, тихо. Кто будет отвечать? Я хочу продолжить. Мне просто крайне понравился тезис предыдущего выступал, что он передовой. Главное, чтобы... Я совсем мудвичок в, так сказать, анастическом движении и в новых теориях к его. Мне крайне понравились доклады всех выступающих, но последний он импонирует мне больше всего. По какой причине? Мы разбираемся в философиях устройства общества, каким оно может быть, как какое новое общество в принципе можно построить. Но мы забываем самые истоки этого общества. Абсолютно правильно сказал докладчик. У меня такой вопрос. Как вы считаете, почему возникли деньги, чем они были детерминированы? Они были детерминированы, поскольку деньги появились лишь как необходимый эквивалент труда. И этот эквивалент труда необходим потому, что он помогает исполнять баланс в результатах труда и необходимости от субъекта. И это неизбежно. Но как это можно продолеть, собственно, только путем собственности свободы каждого человека именно его. Я, может, плохо объясняю, но я хочу сказать о том, что этот дисбаланс в принципе он будет продален только посредством устранения оценизации только политического будущего. и именно появление оценизации посредством это было одновременно с появлением денег. Да? Можно? Мы совершенно правы в том смысле, что деньги возникают только в первую очередь не с капитализмом, но только как способ эквивалентного обмена. Но что я вам хочу сказать. Когда мы говорим о возникновении денег, перед нами сразу развертывается такая глобальная историческая картина, что вот есть некая точка историческая, разумеется, охватывающая ни год, ни два возникновение денег. Я хочу вас предостеречь от некоторого, опять-таки, извините мне, мою Ильенковщину, некоторого абстрактного понимания. Я понимал, вы абстрактные хотите сказать? Я почему? Нет, нет, я что хочу? Нет, я имею в виду, прошу прости, это меня понимание обстоятельства, но как односторонний. Так вот, от чего хочу вас предостеречь? От того, что, на мой взгляд, не стоило бы понимать деньги как некий возникший в истории непосредственно момент, что ли, как некий момент, вот так, давайте так, некий момент, почему? Потому что в разных слоях общества, в разных совершенно системах, в разных эпохи, деньги то исчезают, то появляются. Я как историк вам могу сказать, что, например, в феодальной элите 12 века, феодальной элите, отнюдь не было распространено денег. То есть денег не существовало в таких области. А это происходит потому, что деньги являются продуктом политической системы экономической. И именно изменение этой системы просто на право появление вещественных денег. Вы правы совершенно в том смысле, что действительно экономическая и политическая сфера в данном смысле порождают некое противоречие интересов действительно между разными старыми группами. И вот там, где люди не могут действительно найти единство, где люди действительно разделены разностью интересов, там действительно они вынуждены вводить между собой полицейского, доллара, банкира и так далее. То есть какие-то некие последующие структуры. Вы правильно совершенно сказали, мне совершенно близок тезис об атомизации. Так что я в принципе согласен, просто хочу сказать, что здесь деньги надо рассматривать конкретно, но вы сами это понимаете. тут уже немного кооперации хотелось бы сказать. Сейчас, можно еще? Немного кооперации. Если мы считаем, что капитализм это есть высшая стадия капитализма и лишь посредством кооперации. осуществим не альтернативный и чисто дипломический вариант будущий капитализм и высшая стадия но без кооперации. Какова вероятность осуществления этой формации? Что же могло или дотерминировать? Всякая или наивысшая стадия капитализма это коммунизм. Зачем нужна наша борьба с вязанчностью или конец и конец человечества без третьего варианта? Смотрите, вот в чем дело. Когда товарищ Янов говорил о том, это высшая стадия капитализма, он вырезал действительно одну определенную истину. В том, что для того, чтобы преодолеть капитализм, необходимо в его известной степени осознать окончательно, принять его окончательно и отчасти отвергнуть. Но я что сразу хочу сказать? Я опять хочу предостеречь и товарища Ульянова, и вас, когда мы говорим о том, что коммунизм это высшая стадия капитализма. От того, что не просто высшая стадия сама по себе, но это такая высшая стадия, которая в сущности своей, саму суть, сущая внутреннюю природу капитализма отрицает. И здесь вы совершенно правильно задаетесь вопросом, а можно ли вообще представить коммунистическое общество путь к нему без столбовой дороги кооперации. Я могу сказать, что нет, не может, но и кооперация сама по себе одна, не способна, к сожалению, дать нам пути и указать нам этой столбовой дороги к коммунизму. Здесь, на мой взгляд, вопрос лежит не столько в одном развитии кооперации и навыков, что тоже было сказано. Кстати, вот опять я немножко здесь отвлекусь, сольдусь, скажу по поводу навыков. Вы действительно правильно обратили внимание, что одна из форм борьбы рабочего класса сегодня и нового рабочего класса заключается в присваивании знаний. Это, с одной стороны, полосальнейшая проблема, а с другой стороны, полосальнейшая возможность, потому что сейчас огромное количество возможностей для получения знаний. Но что я вам хочу сказать. Знания и навык само по себе это тоже не просто форма усвоения учебника, это тоже не просто рецепция некого знания. Можно сказать, ну а кто тебе мешает сейчас пойти как бы начать читать книжку, и вот отсюда ты получишь навыки. Я хочу высказать такую мысль, которую я не буду развивать, чтобы все-таки вернуться сейчас отвечая на вопрос, но что хочу сказать. Навык это не только то, что присваивается и осознается, навык это то, что еще и завоевывается, осваивается в процессе борьбы. И вот без этой борьбы осмыслять вообще всю нашу, всю классовую борьбу невозможно. Вот теперь возвращаясь к кооперации и коммунизму. Так вот, действительно, кооперация является неизбежной составной частью классовой борьбы, но я сразу хочу подчеркнуть, что вообще любая низовая борьба, опять-таки, мне понравилось, что вот товарищи сзади вас это акцентируют, узнают людей, которые рядом с нами, по-настоящему узнают. Потому что мы на друга можем смотреть сколько угодно, но согласитесь, что массовое общество, оно самое и безлито из всех, что существовало. Что все прохожие, которых мы видим, казалось бы, их и видим, но в то же время они не являются для нас полной мере людьми, потому что мы их не можем познать по-настоящему. И вот знакомство с друг другом это интересный момент. То есть знакомство тоже требует борьбы. Борьба в результате создания низовых структур, в борьбе социальной, в борьбе политической, экономической, в конечном счете духовной дискурса. Кстати, питерские товарищи концепцию дискурсивной борьбы не подвергнут. Поэтому вы, кстати, акцентируйте, 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 но в письмах, в письмах вашем основе акцентируйте внимание. Надо бороться с языком. Надо говорить с капиталистом, а не предприниматель. Отчуждение труда, а не обмен между предпринимателями. Как можно характеризовать свою альтернативную систему без кооперации? Никак, потому что в данном случае мы говорим о коммунизации, но она включает в себя кооперацию. То есть я бы не сказал, что здесь есть альтернатива, кроме кооперации. Ответила? Ну, кажется, интересно, но... В этом случае ты говорил о сохранении после революции милиции. В каком смысле ты это подразумевал? Потому что если бы мы говорим о существовании милиции как несказательного слова, а как несказательного обозначения всех правопорядков, или как людей, которые делены от процесса труда исключительно и заняты исключительно задачей поддержания порядка, то таким образом получается, что в новой среде сохраняется островок консерватизма. Причем не просто консерватизм, а консерватизм вооруженного, подготовленного и владеющего исключительным правом на насилие, который может эту самую революцию загубить, как это было много раз. Но смотрите, на самом деле в своем, что не мере, ощущении вы ко мне подобрели, чем многие члены их альтернативы, потому что в свое время меня гравили за то, что я призывал разгромить армию, устроить демилитаризацию воюющего. Но я с вами полностью согласен в том смысле, что в данном случае милиция это как раз не островок самого консерватизма. Опять-таки, подчиненная непосредственно Советам, непосредственно большинству избираем и в сущности своей, если вы позволите, я бы даже не назвал это милицией. То есть, когда я не зря бросил морг анархизм, я сказал, что когда мы говорим о социальной революции, мы говорим в тот же момент в известном смысле слова исчезает государство. Поэтому я бы говорил так, что вот милиция в том смысле, как вы понимаете, что люди, которые заняты непосредственно охраной порядка, да, они будут существовать. Но в каком смысле? В том смысле, что они уже не подчинены опять-таки и концентрализованной можно взять, оперироваться и под давлением некой внешней власти, под управлением внешней власти, там, не знаю, какого-нибудь злобного полицейского генерала, не знаю, есть такие, как были, есть сейчас. Устройством переборюции. Такого уже невозможно. Ну и моя армия тоже, значит, реализированная. В вопросе монополия и наносилия лучше ответить так же. Поскольку мы живем в мире, в котором существует оружие, и мы живем в мире, в котором владение оружием ограничено. Ну, допустим, ядерное оружие упомянули, а им владеть может только государство. Хорошему от него надо избавиться и только в музеях оставить как назидание какие-то имена. Есть химическое оружие тоже, которым государство вроде как не может владеть. На самом деле, господи, какое-то крутое искушение владеть химическим оружием. А есть какой-то более приземленный типа танков БТРов. Это тоже по-хорошему должно быть демилитаризовано. Но если говорить о личном оружии, то вот есть такой хороший классический ну, с ним анархисты и марксисты могут согласиться запросто. Только сживай с ним не согласятся, потому что им страшно, что это застрелит. В первую очередь, я так не буду. Даже самые гуманные люди будут устраивать расстрелы в кампусах американского университета. Я говорю во всеобщем вооружении народа, поскольку нет, при этом может существовать орган подобной милиции. То есть, грубо говоря, он может быть выбранным, может состоять изжимающих, но кто-то совершит убийство, его надо расследовать. Создается, конечно, там какая-то общественная комиссия, выборные судьи и так далее, но кто-то должен расследовать и должен получить на конкретное мероприятие или это конкретный отрезок времени исключительные полномочия, допустим, по предъявлению общественного ордера мы у вас проводим обыск, арест, казнь, все. Можем без ордера, но и встали не. Потому что лучше бы не вооружать весь народ, а лучше бы наоборот свести роль оружия к минуву. Вот так вот. Иначе, 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 это оружие. Правильно. Позиция снижения партии это основание это основание орудия должно быть доступна. Это позиция рейтинга, а в общем-то никогда и кинтересовыми не были. Вы говорите, зачем наоборот оружие? Чтобы вы задевались. Нет, 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 ваше анархическое общество, у нас есть куча народа. Вы выступаете за личное оружие, так? Да. Зачем оно вам? Чем оно вам поможет? Ну вот захочет мне кто-то дает. Давайте я зайду к вам с ножом, приставлю голову. Успейте достать пистолет, и все, как я с носом могу. Слышите? Вопросы? Навыки. Вопросы? Навыки. Вопросы? Слава, как вопросов, идет по улице человек, походе, приставляется к вам с ножом. Разрешите прикурить? Здесь будет другой момент, меня не нужно будет грабить. Давайте появимся в вашей шагу. Здесь нужно будет грабить, я случайно выбрал бы красиво с удовольствием, я решил вас ограбить. Давайте перенесем это в отдельную дискуссию, просто мы не сможем обидеть. я тоже наружу, я не скажу, я его бью раньше. Смотри, ну, во-первых, математический вопрос для вас будет сдерживающим фактором тоже у меня есть. Так вы не болтурли снаружи, тогда вы не просто выходите и стреляете в запах в кушер. А разве тоже надо запретить? Статистически. Сидите, аруси! Товарищи, товарищи, я категорически до ядерного дойдем, до него безусловно дойдем, но смотрите, рассмотрим, я категорически поддерживаю тезис о личном вооружении, но смотрите, давайте рассмотрим ситуацию. В определенном городе берет власть коммуна, скажем, ну, какой-нибудь с условием неопариж, и у нас нет еще необходимости строго говоря использовать ядерное вооружение и рассмотрим пусть все коммунары вооружены стрелковым оружием автоматическим, но власти направляют на подавление восстания коммунаров скажем танковую дивизию при поддержке авиаполка и скажем авиаполка и десантного полка. Ну и скажем какую-нибудь штурмовую бригаду восьм специального назначения для того, чтобы решать вопросы зачистки зданий. Как мы коммунары стрелковым оружием будем глупать Абрамс ИТ-90 и какими лопатами мы будем кидаться, чтобы сбивать 22 рожда. Я понимаю, что конечно ниже палкой можно решить. Давайте перенимать опыт в Петрограсских коммунарах и просто разбирать самолет и все остальное. Но в Петрограсских коммунарах не было ни тяжелой бронетехники, ни реактивной авиации. Не было возможности разобрать. Это самое главное. Не было возможности потому что авиацию потому что аэродромы вот банально даже банально чтобы взять аэродром любой аэродром это укрепленное место. вооруженное ты думал что-то здесь будет? О нет. Товарищ смотрящий это меня зовут оператор и монтажер данного герма. Я призываю тебя поставить дизлайк отписаться от этого канала и писать всякое дизлайк. Мне похуй. И вам призываю пойти нахуй. До свидания. Меня зовут оператор и монтажер